Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки в Квалберс, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки Озон и Яндекс.Маркет. Да, Озон, Кофе, Жордин. Опять взяла большие упаковки, уже разобрали. Сейчас у них вот эта вот акция, колесо промокодов. И дают промокод на Жордин. Я сколько ни пыталась, у меня постоянно только 20% попадает. Но все равно это гораздо дешевле, чем в магазине. Эти пачки у нас по 75 грамм. И они вышли рублей по 100 с небольшим. Мне понравилась, вот большая пачка стоит, сейчас пьем. Большая пачка 150 грамм, тоже с промокодом взяла. В магазин гораздо дороже выходит. Ну и вообще в мягких пачках у них как-то дешевле. Мне понравился зеленый четверочка. Вот попробуем пятерку, это самый насыщенный вкус. Наверное, такой прям будет. Эх, просыпайся, так просыпайся. Так, Яндекс.Маркет. Девчонки, Голя, по-моему, да, присылала вот такие пасты от ГРАСС. Чем как бы примечательно? Дозатор, упаковочка, да? Они продаются наборами. Вот это вот для чувствительных зубов. И обычная для отбеливания, по-моему, синяя. Это мятная такая упаковочка, это синяя. Самые дешевые они на Яндекс.Маркете, на Велберрис, на Зон гораздо дороже. Это ГРАСС. И вот такие у них пасты. Вроде хвалят отзывы. Да, молодцы, очень хорошие. Вот вам состав показываю. Молодцы, молодцы, девочки. Я посмотрю сейчас. Вот. Вот такие вот пасты. Я хочу попробовать. Тут, наверное, что-то надо снять, прежде чем попробовать. Сейчас разберусь. Ага, выстрельнул. Дозатор вверх. Вот так. Давайте с вами попробуем. Мне интересно. Решила именно начать с пасты для чувствительных зубов. Но вообще это удобно. Нравится формат. Потом, говорят, обычную пасту можно разбавить. Что-то не набирает, не хочет, не идет. Смотрите. Вообще не хочет выходить. Ну, капец. Ну, что, дозатор сломанный. Обычную пасту немножко разводят освежителем для полости рта. Полоскивателем. И сюда же можно заливать. Все, пошла. Я себе прям до руку выдавила. Сейчас покажу вам. Вот она пошла. Вот так вот на щеточку удобно. Она на самом деле беленькая. Пузыречек такой, наверное, подкрашенный. Очень сильно мятная. Сладенькая, приятная. Прям вот очень сладенькая, вкусная, приятная. Очень прикольная, вкусненькая. Прям очень понравилась. Слушайте, вкус прям сладенько-мятный. И какой-то леденец напоминает. Освежает очень здорово. Так, и чехол для телефона. У меня новый телефон. Вот я его уже одела, сразу сейчас сняла. Обычный силиконовый. Это OPPO Reno 8T. Взяла обычный, потому что у него задняя сторона симпатичная. Не хочется ее ничем закрывать. Такая оранжевая под кожу. С бортиками, с защитой для камеры, потому что она сильно сзади выпирает. И с бортиками вот такими противоударными. По бокам тоже. Обычный лаконичный чехол. Вот так пришел упакован. Но в целом, если кто-то ищет, то для OPPO Reno 8T чехол, вот на Яндекс.Маркете подходит все нормально. Фокус, все замечательно. Вот так. По поводу пасты. Слушайте, паста классная. Ну, сколько ее? Недели две пользуемся. Чувствительность зубов не повысилась. Вот всей семьей пользуемся. Расход, в принципе, маленький. Я считаю, что маленький. За две недели вот столько использовали. Вот она еще вверху узенькая. Удобно то, что есть азатор. Ксюшке очень нравится. С одного нажатия выходит одна горошинка. Ее хватает. Прям вообще она очень сильно пенится. У нее приятный такой мятно-леденцовый привкус. То есть здесь не такая обжигающая мята. Она мягенькая такая, сладенькая. Вот. Одной горошины хватает. Прям очень обильная пена, девчонки. Очень обильная пена. Нам понравилась. Пока пользуемся. Очищает хорошо. Зубы в течение дня. Эмаль чистая. Налет не образовывается. Для меня это самое важное. Поэтому зачет. Покупочки Валберес. Здесь зубочистки. Кстати, прикольная баночка. Под цвет кухни брала. Сейчас распакую, покажу. И футболки. Девчонки были по 200 с чем-то рублей. С Дедом Морозом. Заказала такую себе и Ксюшке. Для тематической, может, фотосессии одинаковые. Моя пришла, Ксюшкина нет. Заказала 60. Футболка домашняя, чтобы она была, как следует, свободной. Я люблю свободную. Но сейчас посмотрим. Расскажу вам тогда по размеру. Мой 52-54 взяла 60. Вроде писали, что на размер точно маломерит. А там посмотрим. Вот такие вот зубочистки. Надо этикетки все эти поотдирать. Подожди, дай покажу. В подарок положили, представьте, жвачку. Спасибо. Или конфеты, или жвачка. Дерол, жвачка, наверное. Держите. Тут крышечка поворотная. Она вот так вертится до дырочек. И, в принципе, вот, выпадают. Нормально все. Сколько здесь штук, я забыла. Но мне прям цвет не понравился. Мне даже было не важно, сколько штук. По-моему, 200. Если я не ошибаюсь, этикетку заклеили. Мне кажется, 200 бамбуковые. Красивые. Сейчас этикетку только от Деруси. Решая такая нормальная, длинненькая. Посмотрим, померю. Тогда скажу. Рисунок набивной. Видите? Такой вот тоже, как он будет держаться. Вроде отзывы неплохие. Да за 200 рублей. Да, я покажу. Вот 60 размер. Боммм. Микс. Так прикольно. Симпатичная. Ну и что, по футболочке хочу сказать. Нормально. Но когда я ее одела, прям такая, о, какой 60, 56. Но в процессе носки растягивается. Широкий такой длинный рукавчик. Если ее до конца опустить, она прямо почти скрывает попу. Цвет яркий, красивый, такая нарядная. Ее и летом можно носить с Дед Морозом. Правда, стирать еще не пробовала. Поэтому вот по поводу вот этого принта сказать не могу. Но все равно она маломерит. Однозначно, это никакой не 60. То есть она достаточно свободна, но не оверсайз сидит. Я ее немножко подворачиваю. Мне длинновато. Это 56. Поэтому на размер точно берите больше. Тем более, если это хлопок. Если так мы с вами не посмотрели. То... Сухой шампунь на футболке. То может еще и усадку дать после стирки. Вот. А так, ну, свободненько. Свободненько, хорошо. Она длинненькая, такая классная. К телу приятная. Вырез, правда, хотелось мне, конечно, побольше. Ну ладно. Ксюхина уже пришла. Заберем тоже, тогда покажем. Так, приятная футболочка. Покупочки. Озон, Яндекс.Маркет, Вайлдберрис. Так, это у нас Озон. Как правило, там всегда бывает самая дешевая туалетная бумага. Это трехслойная Зева. 8 рулонов успела взять по... По 140 рублей. Вообще копейки за 8 рулонов. Через полчаса прям подорожала. Вот пришла как раз Ксюшкина футболочка. Сейчас померяем, посмотрим. И заказала тоже за 200 с чем-то рублей футболку Крис. Взяла ростовку 116, чтобы, ну, к весне было хорошо. Приятный такой мятный цвет. Сейчас достану, все покажу. Это Ксюшка. Она у меня с папой заказы забирала. Уже распаковала без коробки уже копилку. Смотрите, копилку. Сейчас модно вот такие копилки, где кладешь определенную сумму и зачеркиваешь эту цифру. Вот сколько положил, зачеркнул вот здесь. У некоторых комплекций есть маркер. Они все разных размеров, разные по-разному выглядят. Но суть, в принципе, одна. Она неразборная. Она крепится так, что потом, по идее, ну, мы должны ее сломать, чтобы туда не лазить. Вот такие вот детальки. Вот эти, кстати, очень странные. Они такие вот. Жог-жог, не сломать бы. В общем, она получается по типу, знаете, такого приемника. Интересно. Вот эти штуки, это двусторонний скотч. Насколько я поняла, как я читала в комментариях, потому что у кого-то там не получалось собрать. Вот четыре вот таких детальки. Я сейчас соберу и вам тогда покажу. Так, футболки. Вот футболка Ксюши. Я взяла и 46-й размер. Но она прям какая-то такая большая. Она на меня тоже налезла. Что-то у них с размерами непонятно. То есть мой 60-й, он не намного больше вот этого вот 46-го. Но нормально по дому все равно гонять. Она у меня любит такие оверсайз уже мои футболки тырит. Вот. Но, слушайте, она налезет на меня. Вот этот 46-й, она на меня налезет. Тот, который на мне 60-й. Слушайте, я сейчас прям ради интереса приложу. Так, вот Крестюшкина 116-я. Она такая, знаете, унисекс. То есть можно и мальчикам, и девочкам. Смотрите информацию. Фокус, сфокусируйся, пожалуйста. Вот. Ростовка была разная. 200 с чем-то рублей брала. Так, а где у нас тут состав-то? Состав не вижу. Ну, ладно. Прикольная. Хай написанная. Тоже, кстати, рисунок выбитый. Рисунок выбитый. Очень хорошо сделана горловина. Смотрите, как хорошо. Вот такая вот она. Интересная. Рукавчик. Все. Но я думаю, сейчас ей великоват. Конечно, на весну, на лето бегать с леггинсами, шортами. Прям вообще будет нормально. Приятный, кстати, хлопок. Приятнее, чем у этих футболок. Прям такой хорошенький. И не тоненькая. Красивая. Смотрите, девчонки приложила футболки. Сложила их по низу. Вот насколько 60-й больше 46-го. По низу только. То есть, она уже ношеная. Она растянулась. То есть, где-то всего на столько сантиметра. На три только по низу больше. Я говорю, что-то мне показалось. 46-я прям большой. Вверху сейчас приложу. Вверх приложила. У меня получается по подмышкам с каждой стороны где-то вот по столько. По 2-3 сантиметра всего лишь. Ну, не может быть. Это она растянулась. То есть, в два раза меньше она была новая. Да, поэтому смотрите. С размерами вообще как-то непонятно, мне кажется. Но можно заказать несколько, в конце концов, померить. Бесплатный отказ и так далее. Ксюшке футболка. Ну, как бы не 46-й. Это явно размер, конечно. Она совершенно свободна. Она ей как платье. Все скрывает. Короче, говорю, подними ручки. Вот, видите, какая вот такая вот футболочка. Да. Еще сейчас она в процессе носки подрастянется, конечно. И длина вот. Еще чуть-чуть и до коледа. В общем, начнуха. Класс. Да. В принципе, собирается легко. Просто вот в эти пазы надо до щелчка вот эти 4 штучки воткнуть. С обратной стороны, с передней. Есть присутствие какой-то запах не очень приятный, но ничего страшного. Все выветрится. Так, а вот эта вот верхняя крышечка такая, она у нас клеится. Вот эти как раз, которые были двусторонний скотч. Я приклеила их по периметру и сверху отодрала бумажку. И получается у нас такая вот клейкая основа. Теперь мы должны ее с вами аккуратно приклеить. И получается вот такая красота. Вот она приклеилась. Можно наклеить, если вдруг вы их потеряли. То есть у нас все закрыто, все пазы закрыты. При желании ее, конечно, можно разобрать. Но, скорее всего, она поломается. Потому что, ну, она такая достаточно хрупкая. То есть из пазов все аккуратно, если вытаскивать, можно разобрать. При желании. Но вот так вот просто взять и достать деньги не получится. Мы будем брать простой карандашик. Будем делать ее, наверное, многоразовый. И начнем складывать туда денежки. Суммы разные. Есть миллион, есть пятьсот тысяч, есть двести, есть десять даже тысяч. Мы решили на сто. На мечту. Надписи тоже разные. Мне понравились вот такие компактные. И дизайн еще симпатичный. Потому что там, когда они полностью из дерева, есть такие, много таких. Мне не очень нравится. То есть, ну, если под интерьер подходит, то, пожалуйста. Вот такая она симпатичная. Вот сюда у нас будут ссуваться купюры. Здесь мы будем зачеркивать карандашиком ту сумму, которую мы уже положили. В итоге вот эти все денежки – это сто тысяч. Вот. И вот так она будет стоять в интерьере. Очень симпатично. Ну что, котен, суй. Так, давайте пьем. Давай одну денежку, другую Кристиш. Не, мы простой возьмем. Такой нам не надо коричневый. Ну вот ты к 100 рублей. Давай, Кристиш тоже хочет. Да, как нет. Ну ты вот так, смотри. Вот так. Вот так просовывай. Вот, 100 рублей. Все, засунули. Сейчас они упадут. Упадут там. Места много. Этим не надо. Мы сейчас простой найдем. Найдем простой карандашик. И вот, сто есть. 50 есть только интересно. Мне кажется, 50 нет. Поэтому мы сразу, наверное, 150 зачеркнем, если 150 есть. Я и 150 не вижу. Слушайте, полтинников тут нету. У меня полтинников нету. Ну ладно. Будет больше, значит. И 150 нету. Я им даю. Да, 150 нету. Круглые суммы. Да, такие вот. Ну ладно. Я им там 100 пусть положу. Да, 100 сейчас достанем ей положим. И зачеркнем. Ну классно, да? Мне нравится. Хотя я с наличкой сейчас дела вообще не имею. Все, но безнали. Но как способ копить, мне кажется, неплохой. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok